Праздничное настроение самарские артисты создают для детей уже неделю и продолжат вплоть до 8 января. В Театре юного зрителя, как водится, ребята делятся на тех, кто постарше и помладше. Одним – «Няня из Поднебесья», другим – «Сказки Пушкина». Это такая маленькая хулиганская история, где мы, казалось бы, взрослые люди, с удовольствием играем. Ну, я-то взрослый персонаж, а все остальные ребята, они играют как бы детей, которые играют в эти сказки. В Театре опера и балета все праздничные дни – мюзиклы «Бременские музыканты» и «Карлосон» и балет «Белоснежка. Семь гномов». Театр «Кукол» на базе Дома актера для самых маленьких показывает представление «Три поросенка». Везде перед спектаклями, конечно, «Елка», «Дед Мороз» и «Снегурочка». Не исключение Дом офицеров, где идет тайна хрустального башмачка. Главное, чтобы родители в себе вспомнили сказку и несли ее всю жизнь. И помню, что для детей это самое главное, чтобы родители их не забывали. Больше 800 различных спектаклей, концертов и выставок пройдет за праздничный период в Самаре на любой вкус и цвет. Самое важное, что актеры, как всегда, подошли к делу с душой и профессионализмом. Пьеса очень хорошо написана, очень много юмора. Посыл такой, что надо трудиться много, но в то же время не забывать про хитрость, ловкость, умение рук своих и надеяться только на себя. Находясь дома, я душой здесь. Я понимаю, что здесь праздник и мне хочется сюда, на сцену. В музее Алабина невероятные приключения сказок. В камерной сцене долгоногий Хольгер. Не стоит забывать также о площади Куйбышева, где каждый день гостей ждут интерактивные представления. Марьяна Мирная, Валерия Макарова, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.